церковь бога явления 1687-1695 год еще древнее да дом воеводы 1688 год соль камская горная колокольна вот туда вот можно тоже подняться вот это и посмотреть все дом воеводы история города интерьер 19-20 веков внутрестенный ход и эвако госпиталь соликамска тут 50 рублей взрослый 30 льготный здесь 100 взрослый 60 льготный выставочный зал уральская домовая роспись как раньше расписывали избы и прялки 100 рублей взрослый 50 льготный музей природы у нас здесь первый этаж комната сказок мир камня все о море второй этаж теснеев были 80 рублей взрослый 40 рублей льготный но это более детской аудитория значит мы идем в тумовые воды в богатинскую церковь сходите она где здесь это вот центр с золотыми куполами она рабочая она не действующая это музей такие вот а здесь что тут уральская домовая роспись тоже интересная так папа мой ушел вместе с наташей и с ее мамы выставочный зал ушли смотреть я проводила туда галерея домовой росписи при камне так вход в зал и музея не более пяти человек в средствах индивидуальной защиты то есть маски перчатки кому интересно по ценам взрослые 100 рублей дети пенсионеры 50 студенты 80 если хотите экскурсию то 500 рублей также можно взять мастер-класс льготный билет 130 рублей с человека и полный 180 рублей с человека также можно заказать экскурсию мастер-класса по телефону здесь вот я покажу кому интересно находится набережная 93 ну а здесь уже сама площадь соликамске тут получается соборная колокольня да вот здесь делают лестницы вот тут наверх поднимается здесь тоже музей но сейчас сказали нам на ремонте поэтому его дедушка у нас не посетит мы были здесь два раза и на ночь музей приезжали до пандемии до этого еще и сами ездили смотрели поэтому дедушки тоже полезно побывать в таких местах посмотреть все красивое святое местечко просто прогуляемся но интересно здесь походить я тебе сейчас дам за тебя билет так это который из этих билетик сюда нет 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 это вот за него я отдала этому он уже был да вот мы спросили что это такое сказали соливарни работники что здесь работают не знаю наверно соливарни давайте посмотрим вот дом воеводы входит десятку достопримечательностей пермского края сейчас мы на двери почитаем что там написано старая столица пермской земли 400 летию соликамского воеводчества располагается по адресу набережной 92 а это касса да вот выйдут они по такому узкому проходу дом воеводы есть вот такие узкие проходы ослышу голоса уже идут сейчас прошу папы как он там спускался вот и но я думаю что это они идут вову объясняют что там три ступеньки там еще темно так он там не знает как прийти ничего ничего помогут сейчас но папа то у нас не не худенький не не пролез вон идет я тебя жду жду сейчас подождите его добрался добрался ты иди на мой голос иди сюда все заблудился там где ты иди иди сюда вышел но слава богу еще и полусогнутым да ну все идите еще на третий этаж и тебя еще иди иди все пусть поднимается это третий этаж дом воеводы ася а на третий этаже кто там находится лариса вот поднимаетесь на третий этаж так а эти у меня третьего нету а Продолжение следует... Лавочка любви. А мы сейчас возошли, видите, рядом. А напротив есть узбекская кухня и восточная кухня. Мы кушали в узбекской кухне. Мы брали шарпу. Очень вкусная. Порции большие. Мы так объелись. Кто будет здесь, можно обязательно зайдите, попробуйте. В общем, не пожалеете. Цены недорого. Мы взяли шарпу. Большая порция. 150 рублей. Булочки ихние. 10 рублей. Чай. 25 с лимоном. В общем, недорого. Можно здесь покушать. И очень вкусно. Сытно. Приготовлено с душой. Матрешки любые. На любой выбор. Приготовлено с душой. Хлебница 2,500. Там еще зал есть, вон есть, есть корзинки, у нас дома тоже у папы корзинка есть. Вот, смотрите, корзинки у папы тоже. Вот хорошая корзинка, в которой все эти сапелки. Такая зато память будет, зато такая память будет. А там закрыто, там половики и все. О, это такая красота. А что закрыто дело? Наверное, это нету, продавщицы. Эта корзинка очень удобна, она то, что высокая, и она по размеру не маленькая, как ведро. Взяли бы, Зла бы, Наташа купила, хоть это. И память была, и это. Так ведь? А вот это что такое? Поломка, что ли? Вон, силиканск, открой. Что такое? Не могу. А что это такое? Как это что такое? Сильно нравится. Фиг на это. Старки очень классные. Вот такая вся посуда нравится. Ложки поченые. Ложки. Ложки. Все натурально, да? Такая штучка берестяная. Это уже можно с ними сделать. Конечно, можно попробовать. Это обычная берестяная. А здесь красивее. Смотрите, да? Соль, перец. С такими ромашками. Они открываются? Да. Аккуратненько так. Вот такая стоит. И тут цены. Вот то, что здесь прямо, смотрите, какая красота. Зря напишут цены. Да. А можно спросить? А сколько у вас такие наборчики стоят? А там цена есть? Нету. Внизу? Нету. А-а. Восемьсот. А, вон, где карандашом. Карандашом у нас негде больше привязывать. Тоже не получается. Ну, просто вот. Очень, да? Угу. Крошки. Здесь вот такие. Крошка. Ой, классно. Вот кружка, да? Вот так, если вот едешь куда-то далеко. Вот так вот в подарок. Вообще классная кружка. Правда, стоит тысяча девятьсот шестьдесят. Но она, во-первых, смотрите, здесь и волк. Шикарно. Есть вот под мед. Видите? Бочоночки. Здорово. Ну, она сейчас смотрится только... Ну, она сейчас смотрится только... Нет, ну... Ну, это да, она подарит. Так это и пить в этом можно. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Все было в таком стиле. Вот можно ложку взять, да? Да. Вот эти вот маленькие такие мешалки. Ой, а это что такое? Ой, совочки. Там вообще маленькие. Там для меда. Ушечки-велочки. Зато это все натуральное. Вот какая. Балалайка. Рубашки в библиотеке. Фестивальный. Вот. Вот такой у нас карандашик дома есть. У нас есть березняки и есть Селикамск. Сто рублей был. А сейчас сколько такой карандаш стоит? А сто, по-моему, есть. Так и остался. Хороший подарок, да? Да. Поехали!